Восприятие определенных уровней, они едины вообще не только для Манвантера, они едины для мироздания в целом, для мироздания как всего совокупности и материального, и духовного миров. То, что вы называете 24 уровня, международный союз, кто-то называет это 60 уровней, кто-то называет это 2 уровня. Это константа для вас самих. Мы ими пользуемся тоже, но мы пользуемся в контактах с вами. А сами мы называем не уровни, а мы называем тип духов. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями, тонкоматериальными мирами и духовным миром. Сегодня у нас тема жизни воплощённых духов. И я решила пригласить Архангела Михаила, который является куратором планеты Земля. Он сейчас не воплощён. И он не только куратор Земли, но и куратор многих людей. То есть у него много контактёров, и он очень любит передавать информацию землянам на духовные темы. Я считаю, что он хорошо расскажет о умирении воплощённых духов. И с нами сегодня Елена. Здравствуйте! Приветствую уважаемого духовного куратора нашей планеты Архангела Михаила и нашего высокопрофессионального контактёра-переводчика с иноземных инопланетных языков Ирину. Благодарю. И благодарю вас обоих за предоставленную возможность обсуждения столь важной и столь насущной темы о мирах невоплощённых духов для всех землян. Хорошо. Благодарю. Да, приветствую всех. Он говорит, я всех приветствую. Приветствую Елену, приветствую Ирину. Приветствую всех телезрителей. Посылаю вам свет своей любви и мир в сердце. Да, хорошо. Благодарю. Можем начинать. Благодарю. Значит, мир невоплощённых духов у нас — это шестое измерение по данным Межзвёздного Союза и находится он между астральным миром и Божественным. Мы считаем, что это единая духовная сфера, в которой пребывает и готовится к новым инкарнациям разоплощённые духи всех 59 уровней плотности, как плотно-материальных, так и тонко-материальных миров. Можем ли мы приступить к вопросам, уважаемый Архангел Михаил? Конечно. Вот первый вопрос у меня будет такой. 24 уровня мира невоплощённых духов — это константа для нашей Вселенной на текущую Манвантору? Или в промежуточных временных циклах число этих уровней может меняться? И если может, то по какой причине? Ну, ты сейчас сама сказала, что это восприятие учёных Межзвёздного Союза. Да, да, да. У других цивилизаций и у других уровней плотности может быть иная градация. Сама градация разрабатывается определёнными учёными, ну, именно воплощёнными духами, потому что самые цифры — это воплощение материальных энергий. Понимаешь, о чём я говорю? То есть это вот… Да, понимаю, но поскольку в структуре мира невоплощённых духов фигурируют эти 24 уровня, то можно ли дать какие-то комментарии? Если ты имела в виду под вопросом, что меняется ли число этих уровней для Межзвёздного Союза? Не только, если это константа для галактики, может быть, если не для Вселенной. Это константа не духовного мира, это константа восприятия. Это интересно. Это восприятие конкретно определённых энергетических параметров, определённых характеристик духовного мира через восприятие воплощённых духов. И, конечно, мы знаем об этих градациях, мы знаем об этих различиях. Но я хочу сказать, что восприятие вибрации, например, отличие первого от второго уровня или там 23-го, 24-го уровня, они проявлены именно в восприятии. И сами вот эти вот типы восприятия, которые так воспринимают духовный мир, который для нас един. А цифры ставятся определённым областям духовного мира только для удобства восприятия и мышления, то есть чтобы можно было о них говорить. Их нужно как-то назвать. Понимаешь? Да, я понимаю, но это немножко осложняет. Самые вот эти восприятия определённых уровней, они едины вообще не только для манвантера, они едины для мироздания в целом, то есть для мироздания как всего совокупности и материального, и духовного миров. То есть то, что вы называете... Да, я поняла сейчас. То, что вы называете 24 уровня, Международный союз, кто-то называет это 60 уровней, кто-то там называет это 2 уровня, это константа для вас самих. Мы ими пользуемся тоже, но мы пользуемся в контактах с вами. А сами мы называем не уровни, а мы называем, да, я поняла, тип духов. Хорошо, я попробую использовать эту терминологию, которую Архангел Михаил озвучил. Потому что вот следующий вопрос, он как бы связан с принципом, который положили в основу деления на уровни или мира неуплощённых духов представители Межзвёздного союза. Всё-таки они понимали, наверное, что речь идёт о каком-то уровне духовных вибраций, определённых духовных качествах, которые присутствуют на этих уровнях для духов, которые там находятся, но… Они, вернее, те, кто описывал эти уровни, те, кто их описывал, это были контактёры с духовным миром, которые чувствовали определённые вибрации. То есть вот как одна вибрация для них был один уровень, другая вибрация для них был другой уровень, они его назвали цифром, а дальше уже, когда передавали контактёру, назвали не словами из-за планетных языков, а именно земными словами, которые были в её памяти. Ну, в любом случае получается, что какой-то принцип в виде вибраций или духовных качеств, он существует на этих, условно говоря, опять назову это уровни, как сказано в структуре Междвёздного союза, но в плотных мирах, в тонких мирах, вернее, в духовных мирах не существует единиц измерения, скажем, этих уровней в тех параметрах, которые приняты для плотных миров. Мы не измеряем, мы это чувствуем. Да, понятно. Но вот как же нам в этом случае быть, потому что, например, мир невоплощённых духов, он условно представлен такими названиями, как миры потребления и миры созидания. Вот в рамках этих 24 миров, условно говоря, они поделились наполовину, первый по 12 уровень, и миры созидания с 13 по 24. И хотелось бы тогда узнать, коль скоро контактёры узнавали, общались с представителями духовных миров, то какой же духовный смысл они вложили в их название потребления и созидания. Может ли Архангел Михаил как-то этот момент пояснить нам? Это же, наверное, всё не случайно, раз они так решили представить в плотных мирах структуру мира невоплощённых. Но ты же прекрасно понимаешь, что такое потребление, а что такое созидание? Ну вот духовный смысл-то какой? Духовный смысл миров потребления. Это то потребление, которое мы вкладываем сегодня в понимание потребления, какой-то более рыночный термин, что ли, я бы сказала. И миры созидания, ну, можно думать, что это те структуры, которые на любом уровне используют какие-то свой творческий потенциал и постоянно что-то созидают там на этих… Это разные уровни осознанности. Можно так сказать, это разные уровни осознанности. То, что называется мирами потребления, это тот уровень осознанности, когда разумный Дух считает себя… Ну, он мне сейчас показывает, да, сейчас… Считает себя отдельным от Творца. То есть это вот как потребляет то, что произвели другие. То есть это определённое стремление к использованию энергии других. И это стремление, оно превалирует над стремлением творить для других. То есть это определённый уровень осознанности, определённый уровень сознания. Понимаешь, о чём это? Ну да, связанный, скажем, в первом случае с неким эго-человека, когда он настроен на определённое… Эго — это следствие. Я сейчас говорю об определённом осознании, то есть восприятии себя и окружающего мира. Когда человек… Ну, там Дух, да, воплощённый, ну, будем говорить про человека, чтобы было понятно. Про человека. Про примере, да. А когда, например, да, человек настроен определённым образом, настраивает себя на восприятие окружающего мира и самого себя и считает себя потребителем, то есть объектом, которому окружающий мир, в том числе другие люди и сам Бог, должны сделать его счастливым. Понятно. А он считает себя потребителем этого счастья и оценивающим, насколько все другие элементы мира, насколько хорошо они выполняют свою работу, которую он им назначит. Что ж, не дурно. Концепция не дурна. Как тебе так? Как? Это очень близко к тому, что происходит в нашем обществе. Не, ну вот ты представляешь, человек, который ожидает от мира чего-то. Ну, Архангел Михаил сказал, что на Земле примерно большая часть душ относится именно к этой категории. Конечно, естественно. Поэтому у вас нет социальной… в общем на Земле мало, то есть меньше социальной справедливости и мира между народами и между людьми. Чем это могло бы быть, если бы это было наоборот? Ну да, наверное, к сожалению, вот это если брать процентное соотношение, а не уровневое, как это вот сейчас… Ну, представь. Вот два человека, если они оба находятся на одинаковом этом уровне сознания, вот на этом потребителя, они же будут… Да, хорошо. Они будут ждать друг от друга, что каждый из них должен что-то для кого-то сделать. А в итоге друг для друга они не будут вписываться в идеалы, которые они для себя придумали, ну как бы создали своим воображением. Ведь их воображение работает на то, что весь мир существует для того, чтобы давать им счастье и наслаждение. Не они существуют, чтобы для себя его создать и с другими поделиться, а наоборот. Что чувствуешь? Ну, чувствую, что уже сказала об этом, что наши миры земные, человеческие, они, конечно, могут быть названы именно в этих терпениях, потому что осознанность такая, что кто-то кому-то всё время что-то должен. А далее это не только должен, это ещё оценка. Здесь идёт оценка, насколько мир выполняет то, что я на него возложил. И дальше там идёт искажение мышления, то есть это как иллюзия о том, что раз я это возложил, обязанность сделать меня счастливым, любить меня и так далее, я уже возложил это на каждого, кто мне встречается в мире и даже на Бога. Они должны об этом знать, даже если я об этом не сказал. Это же собор, собор разумеющий. Ну да. Итак, что ты сказал? А что, есть такие люди? Есть, конечно, у нас всякие люди есть. Он говорит большинство, потому что если бы было созидание, то вы бы созидали, друг друга не ждали бы какого-то понимания любви, а сами бы проявляли. А вот как, Архангел Михайлович, если это возможно, ну, допустим, в каком-то процентном соотношении оценить миры потребления и миры созидания на планете Земля, вот они в каком соотношении процентном находятся представители как бы этих... Ну, в данный момент где-то примерно 20 на 80. Созидание 20, потребление 80. Очень даже цифра впечатляющая. Ну что же, Архангел Михайлович? Да, но это имеется в виду в целом, да? Да, я поняла. Да, в целом. Да. А если бы было наоборот, вы бы были совершенными другими. Да, мы бы вошли в Межзвёздный Союз, я так полагаю. Ну, представляешь, общество, где все думают только о том, как создать счастье для себя и других? Ну, Архангел Михайлович, я представляю, какая сложная у вас задача как духовного куратора перестроить всю эту систему нашего сознания крайне сложная. Ну, хорошо. Понимаю причины этого состояния сознания. Эти причины, они находятся в ваших… Они находятся в сердцах этих людей. Если выбор, который был сделан этими людьми, находиться на таком уровне осознанности, он связан прежде всего с их блоками, с их негативными чувствами, эмоциями, с их недоверием Богу, себе и нелюбовью. Как они, интересно, подобрались сюда. 80 процентов. Мама дорогая. Прямо вот как будто бы их сюда вот как пчёлки, намёт они сюда. Бывает так, что дух воплощается с мира созидания, то есть высокого уровня духовного, а здесь он опускается в вибрациях. Такое тоже наблюдается. А у меня будет такой вопрос к Архангелу Михаилу. Чуть-чуть попозже, если позвольте. Ну, можно ещё кое-что спросить по поводу этих миров. Вот смотрите, Архангел Михаил, значит, миры потребления включают, ну, условно говоря, почти что вот эти 12 уровней, а туда, в свою очередь, значит, представители Межзвёздных Союзов отнесли злых духов, духов природы и средних духов. Ну, вот про злых мы как бы что-то ну, с вашей помощью и с помощью контактёров, которые из миров плотноматериальных, Бурхада и так далее, с Ириной проводили конференции. И вот в некоторых из них, вот я там специально назову номера 165-178, и прямые эфиры с невоплощёнными духами ряда исторических личностей, в том числе нашей страны. Ну, какое-то представление мы получили, что это может быть, если Сталин оказался Архонтом, Ленин — демоном, а Ельцин — весом. Ну, то есть как-то люди, наверное, что-то сопоставили в своём сознании. А всё-таки вот слово «злые», вот как какие основные качества, желания, чувства всё-таки отличают обитателей именно этих миров? Вот можно что-то на эту тему уточнить? Дальше вот вы видите, что созидание и потребление, оно тоже неоднородно. То есть может быть разное, ну так сказать, количество этой энергии в духовном сердце. То есть и у тех, кто живёт в мире потребления, и у тех, кто живёт в мире созидания, они тоже все разные в этих мирах. То, что называется в первых и в двенадцатых, то есть злые, природные, и средние, это определённый путь, то есть это вот как лестница. Это путь духовной эволюции. То есть самый первый уровень показывает такую точку, точку начала пути, которая находится на таком уровне, которая является полным отрицанием вот этого созидания, вот этого вот любви и счастья. Ведь почему ты хочешь созидать? Потому что чувствуешь в себе силу это делать, правильно? Ну да, но… А сила, вдохновение, творчество, оно приходит только, когда ты любишь, и когда ты счастлив, и когда ты в гармонии, в мире, на спокойствии находишься. и когда этого всего нет, то нет, соответственно, от тебя созидания. А так как в Духе заложена способность, вернее, потребность быть счастливым, так как сам Бог счастлив абсолютно, и поэтому в своих частиц, которые от него родились, в каждую из них вложена потребность счастья. Она преобразуется в стремление к счастью Духу. Соответственно, если этого нет внутри Духа, он начинает это искать извне и становится потребителем. А чтобы он стал снова созидателем, как вот Бог, он же ничего от нас не требует, и он является великим созидателем, творцом. И он не ждёт ничего одобрения, ничьей любви. И он абсолютно независим и в то же время любит всех, потому что он счастлив. Вот чтобы это состояние в себе вернуть, нужен путь вот этой как эволюции. Путь эволюции описали как уровнями, то есть уже с первого по двенадцатый определённый уровень, когда Дух проходит свои уроки, то есть жизненные обстоятельства, в которых он начинает осознавать свой свет, свой внутренний свет, который был в нём всегда. Осознавать, а значит проявлять его, развивать его и повышать свой уровень. И в обратном тоже направлении возможно, когда идёт деградация, то, что называем рост в обратную сторону, то есть не в сторону света, а в сторону его отсутствия, то, что называем тьмой. Тьмой, она существует как отсутствие света. Вот если ты посмотришь, например, в космос, ты видишь, что там есть звёзды, они светятся, а вокруг тьма. Но там, где существует звезда, рядом с ней тьмы нет. А если мы отвернёмся от звезды и войдём в другое место пространства, там будет тьма. Потому что туда не дошёл свет звезды. Понимаешь? Да, я понимаю. А можно ли мне ещё уточнить такой момент, уважаемый Архангел Михаил? Дело в том, что, например, вот такая историческая личность, как Иосиф 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 Иосифович Сталин, я не знаю, можно ли о нём говорить, что он был такой рьяный потребитель. Мне кажется, что у него скорее всего были два качества, и то, и другое. В меньшей степени, я думаю, это касается первой части вот этих двенадцати уровней, а в большей степени это всё-таки касалось вопросов созидания. Мне это видится. Созидание каких-то материальных богатств путём причинения страданий и развоплощения людей, это и есть потребление их жизни ради своих целей. Ну, мне кажется, не ради своих, а ради целей конкретной страны. раз он их взял в своё использование, это были уже его цели. Он же их выполнял по своей воле, и поэтому он их взял самостоятельно, и поэтому и эти цели были его целями уже, как личности. Целей у страны единой нет, потому что это не единая личность, есть цели различных людей в этой стране. Понимаешь? Да, ну, мне кажется, что человек, наверное, не столь, ну, как бы сказать, однозначен в своём эволюционном развитии. В нём есть и плохое, и хорошее. Вот что перевешивает, наверное, это впоследствии и отвечает тому уровню, на который он может попасть. Да, но уровень же он действительно на момент развоплощения. на момент развоплощения. Да. Ну, вот поэтому мне кажется, что мы, наверное, не понимаем нюансов, которые связаны вот с этими духовными вибрациями, но конкретно лидеров конкретных стран. А что не понимаешь, то по России объясню. Нет, ну вот, например, вы уже попытались объяснить мне, что интересы страны, интересы личности, которые управлял этой страной, они как-то плавно перешли в сторону личности. И таким образом, как нам сказалось… Она состоит из личностей? Да, из личностей, да, из конкретной… Как могут быть цели у страны, которая состоит из личностей, противоречащей существованию в пространстве и времени тех личностей, которые входят в эту страну? тут тоже, наверное, не всё так однозначно. Какие-то вещи люди разделяли, что-то они не понимали, что-то они не принимали, а что-то они… Вот это их непонимание и непринятие, это и есть уровень осознанности, уровень их восприятия. Ну, что же делать? Они, их души приняли такое решение воплотиться в это время в этом месте и испытать какие-то страдания, которые, наверное, они, наверное, в их векторах развития присутствуют. Ты же задаёшь вопрос про уровень, я отвечаю про уровень. Естественно, они этот уровень выбрали сами. Ну, вот это как бы не так всё просто понять, уважаемый Артангел у Михаил, что вот они оказались в сфере, так сказать, вот этих нижних миров именно в силу того, что их желание что-то сделать для народа вылились в итоге в такие качества. Но они же разделяли в своём сознании народ на определённых людей, которые они как бы, да, хорошо, они разделяли весь народ на определённых людей, и у них было убеждение, что ради одних людей необходимо пожертвовать жизнями других людей, и это уже было искажение в том, что они не признавали равноценными жизни всех. А если они не признавали равноценными жизни и здоровье всех личностей, это уже говорит о том, что они были не беспристрастные, то есть они определённые свои цели ставили как цели своей страны. Если бы они просто придерживались цели своей страны, они бы достигали этой цели для всех личностей в своей стране, а не для некоторых. Ну хорошо, я улавливаю некоторые нюансы, но это требует размышлений. Благодарю, Архангел Михаил. Ну, значит, я тебе просто приведу пример. Когда ты хочешь, чтобы твоя страна процветала, естественно, ты выдвигаешь определённую идеологию, которая может вести эту страну к процветанию, потому что идеология — это система мировоззрения, это система идеалов, в которой необходимо верить. Без веры во что-то, в какой-то высший идеал для человека счастье и любовь для него невозможны, так как он скатится просто на инстинктивное поведение. Согласна. Понимаешь? Да, согласна. Вот. И если ты пришёл в то время, в которое ты пришёл, и одни идеалы сменились другими идеалами в твоей стране, то все люди, которые даже придерживаются не тех идеалов, которых ты хочешь, ты будешь тоже к ним относиться, так же, как и ко всем другим, и ты не будешь пытаться отнимать жизнь или свободу за то, что они не верят в твои идеалы. Ты пытаешься создать им такое общество, такие условия, такие законы, особенности у власти, чтобы они сами поверили, что идеал. Ну, я думаю, на сегодня на нашей планете, уважаемый Архангел Михаил, наш великий духовный куратор, наверное, это пока какой-то совершенно пока нереализуемый план, потому что то, что мы наблюдаем в мире со стороны правителей. А ведь это не самый высокий ещё уровень духовного развития. Да уж, не то слово, не самый высокий, да. Можно я спрошу вот про духов природы, как они оказались в системе потребления вот в этой, условно говоря, структуре мироздания? Это не духи природы, духи природы это уже воплощённые. Нет, я имею в виду в мире невоплощённых духов, это вот уровень мира, В мире невоплощённых духов, это не духи природы, это определённые духи, которые на таком уровне осознанности находятся, что ценят больше тонкие миры, чем плотные. А если они не ценят плотные миры, то это как раз говорит о том, что они не принимают божественную реальность и божественные энергии такими, какие они есть. И, соответственно, их потребление состоит в том, что они ожидают от плотного мира, что он станет для них таким же приносящим им наслаждение, как те тонкие миры, в которых они жили ранее. не очень точная формулировка, я бы сказала. Потому что вот вы сейчас делаете пояснение нам и получается, что это немножко о другом. Ну хорошо. было названо, что они часто воплощались в поздноидных мирах, это действительно часто так и есть, но бывает, что на этот уровень попадают и духи, которые как раз воплощались в последний раз именно в плотном мире, просто они достигли такого уровня сознания, что они не оценили этот мир. понятным есть над чем работать. Ну теперь наш в кавычках горячо любимый почему такие термины? Потому что те, кто составлял эту таблицу, они имели в виду именно не всех плазмоидов, а только тех из них, которые да, не всех духов природы, не всех плазмоидов, а только тех из них, которые с некоторым таким негативным презрением относились к плотному миру. Понятно. Тут свои заблуждения, да. Нет места духа. Такие действительно есть, конечно же, но далеко не все. Это радует. А вот значит наш горячо любимый в кавычках мир средних духов, который занимает вот эту нишу с 9 по 12 уровень, да, вот там присутствуют ну так названные уровни учеников, воинов, потребителей и строителей. Вот как бы это вот так немножко все очень абстрактно. Может ли Архангел Михаил что-то... Это образы определенных социальных групп в вашем мире, в вашем именно уже земном мире, потому что, естественно, на языках Междузвездного союза, там другие названия, это уже через контактеры. Ну хорошо, ученики это кто? Как их надо понимать? Это те, которые являются... Да, там же ну да, я понимаю, но там же есть определенные пояснения, что значит этот уровень. Да нет там пояснения, к сожалению, у меня краткая версия, может быть, и есть. Ну вот в этой таблице там же передавали, что значит этот уровень. Означает, да. Ну кратко, очень кратко, прям вот буквально но кратко, потому что там ну суть передана, да, там передана суть, а что, если непонятно в этих словах, можешь спросить, я объясню подробнее. Ну хорошо, ученики это те, которые набирают какой-то опыт. Нет, там не так было. Набирают, да все время готовы чему-то учиться, получать какие-то новые знания для того, чтобы потом скажем так уровень учеников. Да, хорошо. Представь себе ученика, его суть это учиться. А чему может учиться здесь дух? Находясь на уровне ученика, его задачи, то есть его уровень, его осознанности состоит в том, что он узнает на своем опыте оральные нормы, что такое для него хорошо, а что такое для него плохо. Да, до девятого уровня еще как бы не осознал. Здорово. То есть он начинает, там уже переход, восьмой уровень, уровень джиннов, он состоит в том, что дух с осуждением относился к плотному материальному миру или к своему телу, например, ну, какой-то части материального мира, но в то же время, в отличие от седьмого уровня, он обладал большей силой воли, большей организованностью мышления, большей терпимостью, я бы так сказала, к определенным вещам, которые раньше его сильно раздражали, еще на седьмом уровне, то есть здесь же каждый уровень нужно смотреть в совокупности с другими, ну да, то есть восьмой уровень это определенное осуждение, а девятый уровень это начало мира средних духов, то есть это вступление в мир, где ты уже начинаешь не осуждать, по своим законам, которые у тебя внутри, по своим идеалам, тот мир, который ты видишь, а ты начинаешь изучать те законы, которые есть у Бога, что для него есть хорошо, а что для него есть плохо, то есть, ну опять же, это условно, что такое хорошо, что такое плохо, то есть, что такое свет, а что такое тьма. Да, понимаю. И как ты можешь это изучить, ты же думаешь, что ты уже всё знаешь, ты только можешь изучить на своём опыте, то есть, совершая те ошибки, которые у тебя получаются в процессе жизни, то есть, выбирая, например, там какой-то путь, ты хочешь пройти его до конца, и если тебе дают совет, что этот путь ведёт к негативу, к динструктиву, к распаду, у тебя есть стремление настоять на своём, то есть, это вот как состояние сознания, когда дух не хочет слушать чьих-то советов, а он хочет сам постичь, что для него хорошо, а что плохо. Ну да, сам научиться на собственных ошибках. понимаешь, ну да, так, начинаю вникать. Ну, просто не могу этому много времени уделять, Архангел Михаил, у нас просто... Ну, просто восьмой это осуждение, а девятый это когда уже дух перестаёт осуждать и начинает изучать. Отлично. А вот воины, это кто ж такие? А воины это уже следующие, это когда дух изучил, так сказать, уже некоторые законы света и тьмы, он уже их, ну, большое количество законов он уже изучил, но он наделил себя определённой миссией бороться за свет. И из-за этой борьбы он не может пройти дальше, потому что у него включается опять же вот осуждения, но уже не мира, а определённых личностей, с которыми он начинает бороться. То есть это вот как он сказал себе, что свет это справедливость, и он начинает её обстаивать. И всё это не позволяет ему идти выше, потому что он многого не принимает в мире. Понимаю. в чём воинственность проявляется. Он так и называется, то есть ученик стал воином. Ну а дальше это вообще просто загадочное слово потребитель 11 уровня. Тут уж я как-то... Потребитель это тот, кто уже навоевался, как можно так сказать, уже сложил оружие и начал накапливать себе определённые материальные богатства или определённые способности, то есть нечто материальное, определённые блага. И он уже понял бессмысленность борьбы с кем-то, кто не согласен с его понятием о справедливости и начал наслаждаться этим миром. То есть он уже включил такую эмоцию радости. пусть пока и от потребления. Но радость не потребляет. Но радость, да, то есть почему он на 11-м, почему это ему не даёт пройти дальше, потому что потребляя, он развивает в себе определённые способности к потреблению. И у него развивается определённый уровень радости от того, что он имеет, но от того, что он постоянно находится в состоянии то наслаждения, то поиска нового наслаждения, его рецепторы, его тела, уже там неважно какой плотности, они начинают привыкать к этому уровню наслаждения, понимаешь? Да, понимаю. И дальше он уже не чувствует, дальше, когда он находится на этом уровне, он уже не чувствует такой же радости, как когда начал там находиться, и у него возникает страх потерять эту радость, а значит потерять материальное богатство. Хорошо, ну тут и дальше из-за этого страха и вот из-за этого страха и из-за этой уменьшения вот этой радости он развивает себе такое качество, как жадность, серебролюбие и начинается эгоизм, потребление, то есть это вот такой уровень, как у меня всё есть, я ни у кого ничего не возьму и никому своё не дам, то есть это вот защита своего и от этого может развиться материализм, жадность и он уже не воюет, он уже там у него уже намного меньше агрессии, чем на 10 уровне, но у него проявляется другое. Понятно, но тут 12 уровень совершенно блистательный, потому что называется он строители, тоже такое понятие очень серьёзное, да. И не только те, кто дома строит вообще, кто строит материальный мир. Понятно. То есть это какой-то аспект всё-таки уже ближе к созиданию. Но это уже уровень, когда потребительство, оно уже когда ему начинает приносить радость не только потребление, но и строительство, то есть создание чего-то. Но пока создание материального. То есть он может увидеть, потрогать и так далее. То, что ему понятно. Переходный период, так сказать. Да. Строитель такой средний. Миру созидания. Это такой средний, да, середина. То есть у вас 24 уровня, то есть такая, как середина. Да. Архангел Михайлович, мы тут с вашей помощью добрались до мира добрых духов. Я ещё хотела спросить, какое душевное сказочное название с 13-го по 24-й. Просто оно прям навевает наши древние русские сказки. Там всякие добрые. мир добрых духов с 17-го. С 17-го? Мне кажется, это уже ангелы пошли с 17-го. Да. По крайней мере, по той классификации, которую я вижу, там получается с 9-го 16-й. С 9-го по 16-й там же средние духи, а дальше уже добрые. Ну вот тут некоторые расхождения. Поскольку эстеты, исследователи, изобретатели, искатели, они попали вот по тому первому под кластеру. Но они в мире соседания, но они пока средние. Ну хорошо, я его под кластером обозвала так, но вот очень интересное название эстеты, исследователи, изобретатели, искатели. это что-то такое вот где-то ближе даже к миру искусства и науки что-то вот такое. Да, вот эти вот уровни 13-й, 14-й, 15-й, 16-й это уже когда духи начинают сначала наслаждаться определёнными нематериальными состояниями, то есть не чем-то своим богатством там или едой или там тем, что у него там хороший секс и так далее, а именно красотой, литературой, искусством, то есть нематериальным, то есть он начинает уже смотреть в себя, начиная с 13-го уровня, он начинает смотреть в себя и замечать свои чувства и называть их и наслаждаться ими. Ну да, конечно, может и на других уровнях, но просто на 13-го уровне он это делает часто, и это основное его занятие на этом уровне. Ага, ну то есть это уже можно отнести к некой характеристике качеств, которые, условно говоря, требуются на этом уровне, чтобы дух испытывал удовольствие, радость от вот этого созидательного процесса уже, так скажем, да? Ну вот, например, по-разному, они просто по-разному воспринимают мир. Вот, например, если рядом сидят, ну, два человека, один будет с 12-го уровня, а второй будет с 13-го уровня, они будут делать одно и то же действие, они будут сидеть рядом и, например, смотреть фильм, они будут на разные аспекты этого фильма обращать внимание, и поэтому им уже понравятся разные фильмы, например, что, на 12-м, он уже будет смотреть на внешние, то есть, как он внешне оформлен, как там играют актёры, то есть, какие у них костюмы там и так далее, то есть, он будет смотреть на это, а с 13-го уровня он будет наслаждаться идеей. Я, наоборот, думала, что один из них посмотрит на некий, условно говоря, общий ареал некого творения, ну, условно говоря, который можно отнести и к строительной отрасли тоже, а вот Эстер посмотрит какие-то вкусовые предпочтения в интерьерах, в оформлении, какие-то краски. Они посмотрят, ну, они просто они все это увидят, но они просто по-разному на это посмотрят. Тот, кто строитель, он посмотрит на интерьер там и на одежду как на нечто, ну, как сказать, дорогое, а эстет как на нечто красивое. Да, То есть, это уже идёт в известном смысле как духовное качество, утончение, вот этих чувств, миросприятия. Естественно, что и на 13 уровне, естественно, те же будут чувства, что и на 12, потому что они будут развиваться, они будут становиться более тонкими, они будут становиться более обращёнными внутрь себя. Да, понятно. Архангел Михаил, ну, мы уже с вашей помощью уже добрались до мира совершенно добрых духов, которые называются восьми уровнями ангельским миром. Ну, а дальше там исследователи, это понятно, да? Да, да, ну, мы как бы уже этот вопрос обсудили, утончённых душ, которые занимаются искусством, наукой всякими разными нюансами такими. А вот теперь то, что касается мира ангелов, мы частично с вашей помощью и с помощью Архангела Метатрона кое-что узнали про ангелов-хранителей, ангелов-проводников, ангелов-консультантов, архатов и девов. А вот более, может быть, требуется ваше уточнение по поводу, опять-таки, появились ангелы природы 17 уровня, ангелы-пророки 19 уровня и ангелы-целители. Вот что-нибудь о них, пожалуйста, об их качествах что-то могли бы вы нам рассказать, уточнить? Очень кратко, конечно. Ну, 17 уровень, это первый ангельский, это переход 16-го. Он показывает, это ангел, восприятие которого направлено на служение Богу через помощь в строительстве и через помощь в созидании и строительстве материального мира. То есть ангелы-природы, у них такая осознанность, что они помогают именно заниматься природой, то есть созданием элементов, душ животных. Они ангелы, но их восприятие всё ещё направлено на материальный мир. Как интересно. А ведь я подумала, что, наверное, они являются своего рода консультантами для представителей тонкоматериальных миров, которые занимаются биосферами планет. Они тоже, они, естественно, являются консультантами для плазмоидов, но они также контактируют и с гуманоидами, тоже они входят с ними в контакт. Ну, то есть они... Они же пришли из мира средних духов, они повысили свои вибрации, и у них в сердце теперь больше любви, счастья, но их, можно так сказать, привычки, они всё ещё там, в мире созидания. В мире материального вот этого созидания, то есть они уже идут туда с этими ангельскими энергиями, которые они приобрели. Ну, например, если говорить о каких-то реальных деяниях, на которые они могут влиять через соответствующие структуры, с которыми они связаны, это, видимо, то, что мы делаем на земле, высаживая какие-то сады, деревья, создавая какие-то источники, допустим, водных ресурсов, то, что мы пытаемся нашу природу беречь, чистить её, как-то придумывать различные подходы, связанные с тем, чтобы её, чтобы она функционировала, так сказать, в наилучших условиях, чтобы мы наслаждались этой прекрасной природой, которую подчас мы не относимся, мягко говоря, они свой свет несут именно для созидания материального мира, создания элементов, создания душ, создания звёзд и так далее, то есть их мысли, их уровень осознанности направлен на улучшение жизни в материальном мире, можно так сказать. Отлично. А вот ангелы-пророки, они каким-то образом завёзаны на соответствующих духовных учителей или аватаров, которые приходили и приходят на Землю сегодня или нет. Ангелы-пророки — это духи, уровень сознания которых просвещать, то есть нести истину, учить. Это учителя. Ну да, вот я как вас про это и сказала. Неужели на себя такую обязанность, ну то есть это вот как ответственность обучать других. И именно обучать других не просто каким-то наукам, изучению материального мира, а именно изучению всего божественного. Духовного источника. Да, духовного просвещения. Ну а уж ангелы-целители как бы по названию можно догадываться, но так ли это? Правильно ли мы понимаем, что это наставники каких-то структур в материальных мирах, когда эти души приходят туда, которые создают какие-то новые технологии? Да, исцелитель и это не просто врач. Целитель это слово целостный. Ну то есть духовный аспект присутствует в этом. Да, то есть ангел-целитель это дух, который находится на таком уровне осознанности, который позволяет ему выбрать исцелять, то есть делать повреждённое неповреждённым, нецелостное целостным, то есть это продолжение уже того же служения ангела-пророка, но только уже не только в обучении, но и в непосредственном энергетическом исцелении. Это как бы такая большая включённость в дело свету. Но они выполняют какую-то металлическую функцию по отношению к другим уровням, где требуется понимание этого целительства. Мы же сейчас всё-таки… Естественно, многие ангелы обучают других ангелов с более тех уровней, которые под ними, с более низких уровней. По крайней мере, хотелось бы думать, что с помощью этих уважаемых ангелов-целиц, ангелов-целителей, когда-нибудь мы, наша медицина, обратиться во внимание на духовный уровень состояния человека, который действительно влияет на состояние его органов и систем в плотном мире, потому что у нас всё идёт с точностью наоборот. Мы пытаемся искать… Я сказала только о том, что на Земле этот вопрос активно изучаются. Есть такие психологи, есть такие врачи, психотерапевты, учёные, которые изучают конкретно воздействие мыслей, воздействие эмоций на тело. У вас это называется психосоматикой. Ну да, у нас вот есть такой, по-моему, единственный в стороне человек, она по образованию вообще-то доктор, но ей принадлежит система диагностики, которая в том числе охватывает не только диагностику физического тела, но и духовного состояния человека. Вот есть такая Ольга Петровна Кузьменко у нас, и в общем у неё есть опубликованные работы, и вот эта методика, она, пожалуй, мне неизвестна. Другие, будучи на различных... Много людей сейчас публикуют исследования влияния духовного на материальное, просто это называют более научными терминими, не эзотерическими, не религиозными, а более научными, такими как психика, комплекс и другими. Ну да, там её методика на трёх уровнях. Она позволяет диагностировать физическое тело, психосоматику и далее духовный уровень. такого... Да, я говорю о том, что именно среди ваших медомедиков, учёных, земных, соответственно, много людей, которые занимаются изучением влияния мыслей, эгоцей, чувств, желаний на тело. Хотелось бы, чтобы их было больше. И это всё важно. Вы можете поискать подобную литературу, когда, например, да, посмотрите в ваших интернет-ресурсах, ну, например, такие слова поищите, психосоматика научной работы. Я думаю, результат вас удивит. Ну, хорошо, хорошо бы, если это всё со временем и достаточно с недолгим периодом ожиданий всё это вошло в курсы медицинских вузов не только нашей страны, но и других стран. Архангел Михаил, позвольте перейти дальше. Можно ли? Да. Алло. Да-да-да. Да, вот душа, которая приходит в материальный мир с вашего архангельского уровня, с накопленными потенциалом божественных качеств всегда ли переносит их в новом воплощении в существо столь же высокого уровня? Всегда ли что? Всегда ли переносит свои накопленные божественные качества при новом воплощении в существо столь же высокого уровня? Каждый при воплощении сам решает, какие качества и какие энергии с собой взять? Ну тогда у меня вот какой вопрос возник. Если владыки кармы даже при наличии свободной воли допускают, ну как мне кажется, не столь эффективный расход высоковибрационного энергопотенциала подобных душ, потому что если дух принимает решение воплотиться в какую-то душу среднего уровня или ниже, то вот что-то в этом… Ну есть какая-то… Дух принимает решение воплотиться в средний уровень. Ну да, вот он с уровня Архангела вдруг принимает такую программу воплощения. Мне кажется, вот как-то это… Какой? Он воплощается тогда с уровня Архангела? Ну так вот это очень странно, что мы говорим об эволюции душ, а тут Архангел вдруг решил воплотиться куда-то ниже Нижнего. Вот как такое может быть? Ну то есть это какой-то, на мой взгляд… А как понять, воплотиться в Нижнего? Может быть, вопросы немножко скорректируют? Ну хорошо, имеется в виду, что вот эти качества, которые присутствовали, предположим, у Архангела, душа его принимает решение воплотиться не в столь высокое существо в качестве, условно говоря, духовного учителя, наставника и т.д. и т.п. или духовного лидера народа, а принимает решение, ну… принимает решение поучаствовать в программе воплощения, которая характерна для душ совсем не его уровня, не высокого, а среднего. Там не играет значение социальное занятие. Для воплощения Архангелов имеют значение те люди, которые воплощаются рядом с ним и которым он может помочь. Он же не случайно выбирает идти опять в материальный мир, а для того, чтобы помочь в материальном мире понятными терминами людям объяснить определённые духовные истины. Но, стало быть, у него статус-то не должен быть статусом духа среднего уровня, скажем так. А что значит статус? Он воплощается со своим статусом. Просто только именно в семье он может воплотиться в любое. Ну да, если у него высокий уровень духовных качеств, соответственно, и задачи у него должны быть столь сложные для плотных миров, если он должен нести свет, духовность в этот мир и так далее. Ну, мне кажется, так. И, соответственно, я говорю, статус должен быть такой, чтобы люди к нему прислушивались. Ну, не знаю, так мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Ну, посмотри, какой статус был у Христа, у апостолов. В каких условиях они родились? Они же не родились в семье священника или царя? Ну, разные версии, по крайней мере, про Иисуса, что он, в общем-то, был сыном личности царского уровня. Это не… Я уже… Он сам говорил, кто был его отцом и кто был его мамой. Ну да, это я в курсе, да, в курсе. В курсе его параграфа. Ну да, его отцом был представитель планеты Бурхада. Он же его не забрал тогда на Бурхад, когда он был ребёнком, он же на Земле его оставил. Он же его не взял на Бурхад, чтобы он там с алтарём, ну, то есть как правителем Бурхада. Потому что у него была совершенно другая миссия. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Значит, душа высокого уровня развития мира неоплощённых духов, она сама выбирает свою программу воплощения. Но в целом, как я поняла, всё равно эти души несут свет однозначно в наши миры. К другому намерению. Так, тогда у меня вот следующий вопрос, Архангел Михаил. Вот с какой целью наше Высшее Я отключает прямую связь души с ним при воплощении? И этому нужно обучаться. Не отключает, у всех связь включена. Ну, имеется в виду прямую, так сказать, вот без элементов обучения. Вот, например, для того, чтобы это осуществить, нужно пройти определённую методику обучения. Чем и занимается, собственно, Ирина, например, в том числе. Вот. Вам нужно научиться ходить, вам же нужно научиться писать, потому что у вас есть тело, которое вы должны приучить к определённым занятиям. Ну, хорошо, если бы у нас была эта связь, она не требовала специального обучения, то, возможно, мы бы совершали меньшее количество ошибок, даже находясь на том уровне воплощения. Это задача тела научиться ослушаться свою душу. Понимаешь, о чём я говорю? Когда ты приходишь в мир, у тебя есть определённое тело, тело, в котором нет памяти о твоих прошлых воплощениях и о духовном мире, в том числе о Высшем Я, чтобы это не влияло на твоё приспособление к миру, и чтобы ты слушал своих родителей и так далее. То есть это для того, для адаптации в этом мире. Когда ещё маленький ребёнок, если ты будешь помнить о жизни в духовном мире и у тебя определённый опыт связи с твоими родителями не будет так гармоничен, как ты хотел, это может сильно понизить вибрации. Я просто, когда говорила про телепатию, я не имела в виду память о прошлых жизнях. Я имела именно в виду вот такую прямую телепатическую связь с душой в тот момент, когда человеку требуется какой-то, ну, получить какой-то совет. Почему? Дети тоже общаются с Высшими Я, они могут мысленно обращаться? Ну, может быть, они, как бы сказать, поскольку им это всё не дают изначально, когда они ищут дети, они даже не понимают, что с Высшими Я к ним тоже обращаются через те инструменты, которые называются «совесть». И интуиция, они тоже включаются у детей, и к ним обращается Высший Я, конечно же. Ну, хорошо. Я как бы всё-таки не совсем получила ответ на то, почему. Получается, прямая связь отключается, а не прямая существует, и её надо нарабатывать. Я правильно понимаю? Я не понимаю. Я, может быть, ты объяснишь, что ты понимаешь, что это прямая связь, чтобы можно было… Ну, я имею в виду доступ к Высшему Я мгновенной. И, условно говоря… А разве совесть и интуиция — это не мгновение? Ну, мы, может быть, не всегда понимаем, что это связь с Высшим Я. И вот тут есть нюансы. Я думаю, что я с Высшим Я разговариваю, а, может быть, я и не с Высшим Я разговариваю. Тут вот эти нюансы, они существуют всё же, как мне кажется. Ты имеешь в виду само название «Высшее Я»? Да. Связь со своим Духом невоплощённым. Ну, откуда ребёнок будет знать, что у него это Дух, а не мысль? И он же сейчас этого слова не знает. Нет, я не про ребёнка. Я уже про осознанного человека, который уже вступил в жизнь. А ты говоришь про ребёнка, почему у ребёнка не остаётся связь? А как он может это назвать невоплощённой частью Духа, если у него в памяти, его мозга, нет ещё слов ни воплощения, ни Духа? Нет, ну я про ребёнка как бы это вопрос. Я почему-то думала про душу уже, которая себя осознаёт в пространстве, которая бы хотела получить толковый совет, но да, через понятие совести можно. Интуиция, но тут как бы вот есть моменты, когда сложно оценить, с кем ты общаешься, вот этот вопрос. Кто вышел на связь с тобой? Ну, опять я говорю к вопросу об обучении. Всё равно взрослый человек... И это вопрос доверия. Если ты будешь верить в себя и обращаться к себе, то ответ будет всегда приходить. Только необходимо захотеть, захотеть, да, задать вопросы себе и услышать ответы от себя. И когда есть это желание, есть доверие, есть открытие сердца, тогда ответ обязательно приходит. А если нет доверия или нет желания следовать тому ответу, который придёт, да, Вы же можете не ответить. Ну, всё довольно тонко. Это всё требует всё равно каких-то наработок. И, как говорит Ирина, всё равно надо всё же какие-то навыки получить для того, чтобы чувствовать, что это высшее я или кто-то другой. Вышел посредством. Ну, хорошо, Архангел Михаил, меня там дальше по-вышему я. Вам для многого нужны навыки, даже для того, чтобы ходить, писать, разговаривать, общаться с кем-то другим, не с высшим я, а с другим человеком. Вам тоже нужны определённые навыки. Вы правильно нужны, конечно. Можно я... Если для этого и существует система обучения в материальном мире, чтобы Вы могли получать определённые знания о мире, о себе, о своём теле, и чтобы Вы могли пользоваться этим знанием и выполнять свои задачи. Для этого и существуют школы, для этого и существуют учителя. А если бы Вы всё сразу знали, как всё общаться, тогда бы не было необходимости вообще здесь воплощаться, можно было и в духовном мире оставаться и всё знать. Хорошо. Поняла. Архангел Михаил. Теперь я бы хотела вот такой момент, опять всё с высшим я, уточнить. Вот ситуации с высшим я во время воплощения его определённой части души, как мы её называем, вибрации души в плотном мире всё время меняются, то есть поскольку идёт набор опыта. А в это время фантом высшего я мигрирует по уровням мира невоплощённых духов в соответствии с вибрациями души в плотном мире или нет? То есть в тот момент, когда душа проживает определённую жизнь в плотном мире или часть духа, как мы её называем, воплощённая, фантом высшего я, он тоже как бы вот… Ну, не называть перемещением, это вы сами помещаете туда этот фантом. Это же происходит меньше, чем за одно мгновение. Ну, если смотреть по времени материального мира, это вы просто представляете себе, что духовный мир — это определённый такой… Это определённый многоэтажный дом с огромным количеством этажей, и что путь с одного этажа на другой занимает определённое время. На самом деле это всё происходит в этот же момент. Я понимаю, но всё-таки вот эта координация существует между воплощённой частью духа и невоплощённой пока… Да, конечно. То есть высшее я всё время отслеживает вот это состояние воплощённого духа в плотном мире, отслеживает. А уже окончательное перемещение высшего я на уровень, где… А оно с вами в контакте всегда, вы его часть. Ну, хорошо. А получается, что окончательный уровень, на котором высшее я и развоплощённая часть души сливаются, это только один раз бывает после завершения её пребывания в астральном мире, так? Сливается, значит, обретает изначальную целостность. Да, да, изначальную целостность. Но связь, она никуда не девается. Ага. Связь и целостность — это просто два разных состояния. Ну, хорошо. Значит, вот этот опыт позитивный или негативный, или негативно-позитивный, который воплощённая душа получает в плотном мире, он в течение всего этого времени жизни человек, он инкорпорируется в энергоматрицу высшего я и, соответственно, отражается вот на этом… И всё отражается, не весь опыт, а только тот, который проник в сердце, души. Ну да, я бы сказала, атмический план. Вот на атмическом плане всё это отпечатывается, так? Не атмический план, а ментальный план. Ментальный? Ну, ментальный и всё, что выше, естественно, там уже. Ага, всё, что выше. Ну, тогда вот возникает такой вопрос. То есть всё, что происходит в физическом, эфирном, астральном, вот эти все эмоции, какие-то там мысли, которые не в ментальном теле как установки, а просто как мимолётные такие. Ну, тогда вот у меня какой вопрос? Они не влияют на уровень. Это ваша внешняя энергетическая оболочка. Ну, хорошо. Ну, то если вы влияете. Возьмём Иисуса Христа, да, то есть вот он пришёл, он увидел в храме определённых животных там, и он возмутился, у него тоже же была душа и были эмоции. И его энергия возмущения, можно так сказать, раздражения, и это была определённая эмоция, она никак не повлияла на его уровень, потому что она была только в астральном теле. Он не впустил её в своём сердце, и это не вызвало в нём презрение, ненависть, обиду или какие-то другие чувства. Например, эмоция гнева, эмоция страха, если она не впущена в сердце человека, она никак не может изменить его уровень. Хорошо, но если всё же... Да, дело в том, что мы различаем чувства и эмоции. Вы считаете, что если человек разозлился временно на кого-то, у него проявилась энергия гнева, или он чего-то испугался, потому что у него определённо возникла реакция его инстинкта самосохранения или ещё какого-либо инстинкта, то всё, он уже упал уровень. Нет, это так не работает. Нужно именно изменение в сердце, а это в сердце находят сочувство, желание инстинктивной программы. Но инстинктивные программы, они могут понижать уровень только в том случае, если проявляются некорректно, то есть без гармонии с духовным началом. Если это устойчивые чувства и желания, предположим, на каком-то высшем «я», поскольку всё время отслеживает ситуацию со своим воплощённой частью, то, допустим, на какой-то период времени у человека такой был период, что он свои чувства и желания связывал именно с своим духовным сердечным центром. И он находился, я не знаю, как это, он, предположим, находился на каком-то десятом уровне, допустим. Но прошло какое-то время, что-то в его жизни изменилось, и какой-то пошёл период, когда он снизил свои вибрации. Так вот если он задавался вопросом и обращался к высшему «я», сначала на десятом уровне, а потом на пятом, вот этот вопрос, который он задавал высшему «я», ответ будет идентичный или нет? Естественно, идентично. Высшему «я»-то не изменились мнения и решения поднять свой уровень. Просто изменится форма подачи информации, потому что на десятом и на пятом уровне разные духовные проблемы могут быть у человека. Поэтому его ответы могут быть разными в том плане, что могут быть разными рекомендации, как выйти из него. Но по сути это будет одно и то же. Но по сути это будет движение вперёд, потому что раз дух согласился воплощаться, даже пусть он с первого уровня будет, значит, если он согласился на воплощение, это всё добровольное решение, никто никого не уговаривает. И, соответственно, для чего он решил облечь себя матерью? Чтобы поднять свой уровень. А если он решил поднять свой уровень, то он, высшее «я», оно ещё больше заинтересовано в поднятии своего уровня, чем сам человек, чем самая воплощённая часть, потому что, в отличие от человека, оно помнит, почему он сюда попал. Да, как-то всё непросто. Ну хорошо. Почему непросто? Ну не просто, что происходит вот эта связь с Высшим «я» на определённых этапах жизни, когда у человека действительно формируются в его духовном сердце какие-то определённые качества, которые точно либо поднимут его на уровень, либо опустят. Но он как бы вот, ну, он то поднимается в своём духе, то у него там какие-то проблемы. Я не понимаю вопрос. Формирую его корректно, ясно и прямо. Будут ли различаться ответы Высшего «я» на один и тот же вопрос человека, если Высшее «я» всё время отслеживает ситуацию с воплощённым духом? А он… Если изменились обстоятельства, то могут отличаться, смотря какой вопрос. Ну если это всё касается, как мы говорим, вот этого духовного сердечного центра, что-то там поменялось. Вот человек как бы накануливает… Ну как он не может отличаться? Если он один раз спросил, у меня есть блоки, у него не было блоков, ему ответил Высший «я» — нет. Если у него появились потом, как он им ответил? Нет, если они уже есть. Ну, допустим, он хотел бы спросить, правильно ли он поступил в такой-то ситуации. Это же вопрос он задаёт, когда у него сформировалось одно качество и закрепилось. И это же вопрос… Очень правильно. Опять сейчас. Правильно. Это уже какой-то вопрос странный. То есть… Правильно ли я поступил… Ну да, в такой-то ситуации. Можно бы ожидать повысил или понизил вибрацию. Ну, можно и так, да. Конечно, ответ будет один и тот же, независимо от уровня. Потому что Высший «я» помнит всё. Ну, хорошо. Подумаю над этим. Архангел Михаил, скажите, пожалуйста, вот на каких духовных или божественных мирах имеются, вот так я условно назову, мобилизационные резервы духов для создания новых рас во Вселенной, к примеру, или в галактике? Непонятен вопрос. Ну, имеются ли в распоряжении духовных миров или божественных некие мобилизационные резервы духов, которые участвуют в создании новых рас? Новые расы не создаются духовным миром. Это дело материального мира. Ну, хорошо. А Духи-то приходят из высших миров? Кроме того, что тут участвуют тонкоматериальные миры, ведь участвуют и духовные миры. Духовные миры посылают на воплощение только. А кто же создаёт первообраз Духа? Вот будущего воплощённого Духа кто? Создает, который хочет идти на воплощение, в новое тело. Так ну, если речь идёт о расе, значит, этих душ должно быть существенно больше, чем… Это же не константа? Естественно. И чтобы создать расу, сначала необходимо договориться с Духовным миром о том, чтобы определённые духи туда пошли. И как же договариваются генетики технически с представителями ангелов-консультантов, возможно? Их высшие «я» могут договариваться. Если даже они сами не договариваются, потому что у них нет таких понятий вообще, могут договариваться их высшие «я», которые могут вступать в контакт с любыми духовными существами. Высшее «я» считается таким же полномочным представителем Духа, как и сам человек. Когда мы обсуждали вопросы создания рас, то говорилось о том, что ангелы-консультанты в ряде случаев вынуждены сами входить в первые тела новой расы для того, чтобы… Это не мобилизационный ресурс, это их решение. А, вот так. То есть понятия этого ресурса не существует? Нет, в такой форме нет. Хорошо. Если смотреть, есть ли такие духи, которые обязательно захотят? Но это воля духов. Ну вот вопрос ещё такой. А вот решение генетиков об участии, допустим, ангелов-консультантов в эксперименте по гибертизации всегда встречает поддержку высших духовных кураторов планеты и согласования, например, с Совета Владык Кармы и так далее? Нет, не всегда. Но если не встречает, тогда духи просто не пойдут на это воплощение, просто никто не согласится, и этот эксперимент не увеличается успехом. Насильно никто воплощать никого не будет в это тело, созданное путём гибридизации, если оно не подходит никому из двух. С одной стороны, как бы творец за то, чтобы… за многообразие видов и типов, а с другой стороны, всё же требуется какое-то обоснование, наверное, для того, чтобы предлагать ту или иную версию создания гибридных основ. Ну, обоснование, в первую очередь, создаваемое тело должно отвечать духовным потребностям в развитии этого духа. Потому что, если оно будет, например, склонно к каким-то определённым аффективным состояниям, эмоциональным, какие-то у него будут инстинкты, которые духу не понравятся, например, воплощаться в нём, и слишком сложно будет их контролировать, то духовный мир может ответить, что, ну, создавайте, ну, просто мы туда не пойдём, и тогда никакая душа оттуда не вселится. Ну, тогда, собственно, мои вопросы на сегодня закончились с огромной благодарностью всем участникам конференции. Она была для меня лично очень непростой, она требует раздумий дальнейших и, наверное, многочисленных просмотров. Ещё раз… Хорошо, благодарим. Я благодарю вас за просмотр этого видео, благодарю Архангела Михаила за ответы, благодарю Елену за интересные вопросы, я всех люблю. До новых встреч. Взаимно. Взаимно посылаю энергию любви всем, тем, кто посмотрит, кто будет слушать ответы Архангела Михаила и перевод Ирины с языка Высокого мира Архангелов. Благодарю. Всем пока. До доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова